Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня 23 мая. Замечательный день, обеденное время. У нас с утра были дела, мы часа два уже как приехали. Походили тут, чай попили, в общем тут прибрались немножко, пропылесосили. И нужно тут выходить на улицу уже какие-то дела делать. В последних обзорах я вам показывала, что у нас на участке появились приствольные круги. Многим они понравились, мои круги кокосовые. Но точно так же купили по отзывам в интернете, по рекомендациям. И был такой вопрос сегодня, буквально пила чай, думаю, почитаю-ка я комментарии. И одна зрительница, наверное, женщина, у меня там, знаете, юзер-юзер, ничего не видно. Кто пишет? Меня спросили, как будет проходить вода через эти круги. Вот мы взяли лейку и хотим вам показать, что кокосовый круг отлично пропускает воду. Ну вот смотрите, специально для вас налили. Видите, как водичка проходит? Она даже не задерживается. То есть он сам по себе такой плотный, поливаешь прямо через него. Вот. Так что покупайте, не бойтесь. Мы также купили по хорошим отзывам, по рекомендациям. О, видите? Вот. И еще прочитала комментарий тоже сегодня, что необходимо приствольные круги убрать от жимолости, так как у жимолости, как и у смородины, появляются новые побеги из земли. То есть, видите, пока у меня жимолость выглядит вот так. Но я пока не вижу новых. Вот если я увижу, что они новые начинаются, да, во-первых, у меня здесь есть место. Вот здесь, видите? Здесь же разрезы такие. Вот. Здесь вот три. Здесь вот я не вижу. Видите, пока вот оно пошло, новое. Вот, действительно новое пошло. Но я смотрю, оно же просто так вот не появится, оно появится вот, наверное, на стволе. Вот здесь вот появилось новое. Здесь не появилось. Здесь тоже, вот смотрите как. Поэтому, как я увижу, я, конечно же, буду смотреть за кругами, за этими. Ну, а так красиво смотрится. У нас даже вот у черешни тут что-то появилось внизу. Вот. И травка через это отверстие. Трава через все растет. Через бетон даже растет. Ой, у нас не проснулось одно дерево. Здесь и одно дерево там. Черешня не проснулась одна. Здесь и одна там. Значит, также прочитала комментарии, по-моему, на Дзене. Спасибо огромное моим зрителям, которые поддерживают у меня на Дзен канале. Пишут, что Юля, мы перешли смотреть вас на Дзен. Терпим всю рекламу. Реклама – это ужас на Дзене. Я тоже там пару каналов смотрю, когда чай пью. Один канал. И реклама прям каждую минуту. Ну, безобразие. Вот. И мне написали, что где-то прочитали, что чтобы дерево проснулось, нужно его обрезать побольше. Вот смотрите, спит. Спит и все. Вот что с ним делать? Все уже цветут, а это спит дерево. И такое же дерево черешня у меня там. С другой стороны участка. Одно здесь не проснулось, одно там. Безобразие. Все остальное уже проснулось и цветет. Вроде как у нас сегодня, вот получается, с 22 мая на 23-е, вроде как вот, ну, судя по прогнозу, который я смотрю, ночь. Были три ночи такие прохладные. И я убирала в теплицу петунии. Они там прекрасно себя чувствуют. Вот я хочу их сейчас выставить на арку. Вот сюда. Здесь у меня вот эти кронштейны. Так как тепло. Сегодня 22 градуса обещали. С утра уже было тепло. Ну, тепло, правда. Немножко ветрено, но тепло. Завтра, послезавтра 26. Все. А ночью уже написано 14, 13, 15, что ли, какие-то. Что хотела сказать по поводу... Ой, надо открыть. По поводу побелевших... А, открыла. Не убрала. Думала, закрыт. Я их укрывала, я вам показывала. Значит, мне кажется, что версий две. Значит, скажу вам честно, какие могут быть версии. Значит, первое, что они обгорели, да, на солнце. Потому что побелели у меня еще... Я вам показывала томаты и перцы в теплице. Это первая версия. Сегодня я была в магазине. Я вам показывала, что вчера я была в магазине. И там выставили... Девушка-сотрудница принесла свою рассаду перцы. Вчера только перцы были. Сегодня томаты. И это девушка-директор этого магазина. У нее излишки. И я сегодня заехала купить что-нибудь к чаю в этот магазин. Смотрю, стоят томаты. И перцы, и томаты. И томаты такие шикарные. Я вам сейчас их покажу. Ой, я ей говорю... Она мне такая говорит... Ой, за томатами пришли. Я говорю, да, вы мне сказали. Я вспомнила, заехала купить что-нибудь к чаю. Возьму ваши... Взяла у нее три томата. То есть такие стеллажи в пятерочке. И она говорит, вы сейчас притяните их. Потому что у меня, она говорит, стоят в теплице. И все побелели. Представляете, и у меня так же. Я говорю, ой... Она говорит, это от солнца. Типа очень жгучее солнце. Поэтому, значит, у меня тоже версия, что мои туи... Причем, знаете, я заметила, какие побелели туи. Которые вот двухцветные. Темно-зеленые не побелели. Я не знаю, что. Может быть, их убирать с этого места. Может быть, им это место не подошло. Теоретически здесь вот написано, солнце полутень, что ли. А, а нужно тень, наверное, полутень. В общем, я не знаю, уважаемые зрители, подходит ли им это место. Но они вот, они побелели. А вторая версия, которая возможна. Но я не знаю. То, что мы поливали... Мы уже вчера об этом подумали. При помощи дождевателя мы поливали холодной водой из скважины. Сейчас мы наливали воду из скважины 5 бутылок. Пятилитровых вот этих, больших. И вода была теплая. В принципе, в скважине всегда вода холодная была. Почему она там теплая идет? Я подумала, может быть, это в трубах она накопилась, прогрелась. Но не 5 же бутылок. Будем проливать, смотреть. А вообще нужно налить из скважины воду. Вот прям, чтобы она совсем была не в трубах, а из скважины. И нужно вставить градусник, проверить температуру. Потому что поливать растения нужно, в том числе, представляете, газон, не менее 14 градусов. Насколько нам говорили при установке скважины, что вода там 5 градусов. Я не измеряла. Я всегда говорю 5 градусов только потому, что когда мы устанавливали скважину, нам озвучил этот человек, который устанавливал. У нас глубина скважины 18 метров. Но явно вода там должна быть холодной. Она всегда там была холодной. Вот сколько мы не поливали. Ну, не знаю. В общем, возможно, наша ошибка. И, скорее всего, что мы полили холодной водой. Поэтому вот не знаю. Больше не будем поливать из скважины. Будем что-то думать с кубом. Потому что растениям это явно не понравилось. И вчера также смотрели видео различные по этой теме. Про хосты. Хосты, оказывается, вообще не любят, когда их сверху поливают на листья. И полив только либо утром, либо вечером. Так что, уважаемые зрители, у нас ошибки. Мы их признаем. Так что вода холодная не всегда полезна. Вот кто знает, так я и не поняла, хосты можно. Или, я так поняла, и, наверное, плодовые тоже нельзя из скважины. Ну, уж если газон нельзя. То есть при такой холодной воде растения не получают ничего питательного. Там все это, как получается, ничего полезного. Здесь у меня, не знаю по какой причине, здесь тоже, наверное, сгорели. Буду выдергивать, уже они не восстановятся. Я вам показывала колиусы. У меня несколько колиусов еще осталось. Даже не знаю, может быть, их в горшки и на террасе поставить. Здесь как-то уже страшно. Я переживаю за растения, но это уже не жилец. Вот, все, посмотрите. Вот, я их так красиво расставила. Ну, по мне показалось, что это красиво. И они здесь погибли. Поэтому, либо водой они холодно здесь не окатывались. Потому что дождеватель у нас был днем. Причем в жару, чего тоже нельзя делать. Понимаете? Ошибка наша. Но вот эти колиусы, они были посажены вечером. Либо их морозом, не морозом, а вот это у нас температура была 4-5 градусов, 3 ночи. Либо они сгорели. Понимаете? Это нужно все убирать. Вот я вам честно говорю, ничего не скрываю. Вот эти цветы в порядке. Вот. Поэтому колиусы у меня погибли. Сюда я высаживала самые красивые, самые пышные. Но колиусов нет. А все остальные все в порядке. Вот этот химерокалис, этот лилейник. Вот нужно что-то такое для нашего климата. Не знаю, уважаемые зрители, как ваши колиусы. Вот у меня один более-менее. Вот такой, но тоже весь обгоревший. Вроде он такой, знаете, еще остальные, ну просто безобразие. Видите, буду сегодня это убирать. Вроде как налаживается. Что и как тут, непонятно. Вот такой цветовод я первый раз и радовалась цветочницей. Радовалась недолго. Буквально сразу половина погибла. Хорошо хоть лилии не погибли. Вот эта лилия у меня уже цветение, видите, она уже такая не очень симпатичная. Та у меня распустилась то ли вчера, то ли позавчера. Вчера она уже такая была. А поза-позавчера не была. В общем, она распустилась. Меня не было туда. Не приезжала, меня не было. Один день я не была и... Я не была один день и, наверное, в этот день она и распустилась. В общем, вот такая ситуация. Я вам сейчас покажу, какие я у девушки томаты взяла. Там разные были, разные сорта, но не все подписаны. Ой, упал. Уберу. Тут был тенек, пока мы чай пили. Уже тенек ушел. Уфу. Значит, смотрите, какой шикарный. У девушки томаты потрясающие. У меня, конечно, не такие. Вот этот томат без названия. Смотрите, какой крупняш. А вот на этом написано «Бычье сердце». Вот. Бычье, бычье сердце, наверное, да? Вот, паникли. Нужно убирать мне их. Вот сюда поставлю. Я тут еще цветы привезла. Сейчас я еще кое-что у вас спрошу про цветочки. О, сюда поставлю. В общем, смотрите, он такой паникший не был. Он был, ой, пересох, как нужно. Только что влажный был. И еще смотрите, какой. Я ее спросила, это какой-то низкорослый. А она говорит, просто эти вытянулись, она мне сказала. А этот такой же будет большой. Так что смотрите, какие замечательные у девушки томаты. Девушка молодец, еще поделилась с людьми, с любыми людьми. Кто хочет, тот берет. И еще там были перцы. Вот такая ситуация. Не знаю, куда посажу, но как-то у меня бычьего сердца нет. А потом у меня здесь цветы. И я хотела, уважаемые зрители, у вас спросить по поводу вот этого цветочка. Я в Леруа купила бальзамин. Я вам его еще не показывала. Купила, наверное, ну не знаю сколько. Недели три назад, может быть. Время бежит. Он у меня был в таком горшочке магазинном. И я его, ну вот так вот посадила, где бы показать, отсвечивает. Вот. Смотрите, прочитала. Не было ничего написано, просто бальзамин. Посмотрели в интернете с мужем, что это за цветок. Относится он к комнатным, либо к уличным. И представляете, было написано, что бывает и так, и так. А как узнать-то? Сегодня мы были в магазине попутно, ездили по делам и заехали в ОК, в Гатчине. И там такой шикарный садовый отдел, просто приелись. И это и то хочу, все хочу. И там вот такой бальзамин, вот с таким цветочком. И цветочком другого цвета, они разные. У меня коралловый, я коралловый купила. И он был в кашпо, в висячем таком, как петуния, да, который вот так вот на цепь подвешивается. Я так поняла, что на улицу. Вот кто знает, у кого бальзамины, как узнать, уличное это растение или это нужно дома мне поставить. Я пока вот в рассадном стаканчике, корни смотрите. И можно тогда дома на столе поставить, где мы чай пьем. Либо куда-то на террасу. Вообще сквозняк, тень, солнце. У кого какие есть варианты по информации. Потому что если был один вариант на улице, значит на улице. А так, либо комнатное, либо уличное. Вот как узнать-то? И в магазине не написали на этикеточке. Поэтому вот у меня такой вопрос к вам. Еще не все перевезла. У меня еще колеусы дома остались, мелкие такие. А здесь вот у меня такие пушистики. Где бы показать-то? Они уже прям... Вот этот что ли. Стахис. Посмотрите, у него листья такие пушистые. Вот, уважаемые зрители. Я когда показывала, что Стахис купила, у него листики пушистые. Видите, какие красивые. Прелесть, посмотрите. Вот, тоже боюсь уже куда-либо сажать, чтобы не остаться без цветка. Потому что цветочек очень красивый. Очень много астр у меня. Хай-ну-мару. Очень много астр в теплице тоже. Потом буду все показывать. Не знаю, когда теперь на улицу высаживать. Унесла в теплицу, поливаю. Все там с ними хорошо. Теперь вот после колеусов буду вообще бояться за каждое растение. Дел очень много. Как обычно, не знаем, за что хвататься. Значит, что я решила? С чего начну сейчас? Так как погода наладилась, я правда не знаю, когда нужно было высадить. Написано май-июнь. Ну вот сегодня и май, 23 число. Хочу свою землянику. Она у меня небольшая. Сейчас я покажу. У меня около 40 кустов. По-моему, 36, либо 37. И мне нужно ее посадить. Земляника у меня будет расти вот на этой грядке. Начну я с той стороны. Единственное, помните, в прошлом году я сюда посадила мяту прям узкой полоской. Мята разрослась. Это просто кошмар. У меня была посажена мята вот так вот. А она уже, смотрите, где распространилась. Вон аж где вылезла. Нужно ее срезать здесь. И здесь у меня будет земляника. Потому что она сейчас заполонит нам все здесь, эта мята. Вот эта мне не нужна. Я буду сейчас, вот возьму ножницы и ее обрежу. Вот. Сейчас я и пропалю вот при посадке. И у меня еще, знаете, снова покос должен быть. Вечером поливать будем. Очень выросла трава. И вот эту траву после покоса я уже буду использовать для мульчирования. Здесь вот такая среди газона огромная. Вот. Смотрите, какая снова высокая трава. Это безобразие. Все мои деревья, все они здесь в траве. Вот. Вот эта трава, она пойдет на мульчирование в грядке, в тепличку. И вот здесь я буду мульчировать землянику. У нас бочка была пустая. Мы там вылили воду и набрали, чтобы она прогревалась. Набирали вот этим шлангом из скважины. Значит, вот я стою уже минуты три, наверное. Значит, была почва 16 градусов. И вот, смотрите, 9,5 градусов вода. Вот как вы думаете, 9,5 градусов, что можно ей поливать? Вот если напрямую скважины, не 5, а 9,5. Ну, вот насколько мы вчера смотрели ролик, смотрели семена Алтая Викторию как раз про поливы. Какое-то прошлогоднее, что ли. Ну, информация была очень актуальна. Все равно она сказала от 14. Так что вот. В общем, уже не падает больше 9,5. Вот такая температура. Здесь моя земляника. Она тут уже у меня сохнуть начала. Нужно ее срочно высаживать, чтобы регулярно поливать. Вот она у меня такого размера. Выращивала я ее, вам показывала. Вот в таких вот вспененных. И у меня здесь вот один сорт. Где-то там, ну, стаканчики Труяна. 31 января. Вот смотрите, с 31 января с семенами, что у меня выросло. Вот. Вот это, по-моему, один стаканчик желтая. Как-то нужно ее рядочками. Ой. Вот, видите, уже желтеть начала. Нужно листочки эти убрать, потому что здесь очень жарко. Я вчера прибежала в теплицу. Нужно уже вторую дверь делать, чтобы она открывалась самостоятельно. Вот. Терморегулятор этот ставить. Потому что я вчера прибежала, когда в обедный участок здесь было 38 градусов. Так что вот. В общем, я сейчас займусь земляникой и определюсь тут по ширине какая. И как-то мне нужно по сортам, рядочками что ли. Мяту я пообрывала, постаралась даже откопать. Корни там такие длинные. Она у меня вот здесь уже вылезла. Нужно тоже тут ее побольше. В общем, это ужас. Посадив, я так понимаю, не избавишься потом, если захочешь. Первую я пересадила землянику Руяну. У меня 7 штук. Один засох, 7 получилось. Вот я потом поливать буду под корень. Расстояние, мне кажется, нормально. Я по 2. 1, 2, 1, 2, 7. Вот где у меня закончилось, я там поставила табличку. То есть я буду знать, что здесь Руяна. Дальше у меня пойдет следующий. Я вот попутно пропалываю. Надеюсь, все по месяцам. Мне нужно разместить. Вот, там у меня чеснок в конце и лук красный, который, я так понимаю, не взошел. А пока я занимаюсь земляникой. Уже практически закончила. Буду сейчас вам свой результат показывать. Здесь уже работы на террасе. Муж у меня продолжает делать. Вот, перила готовит. Уже все, долго там это все шкурил, или как это сказать. Ну, вы поняли, да? Чтобы гладко было. Выпиливал под размер, скосы делал. А сейчас переключился. У нас вот есть такой стеллажик. Мы хотим его здесь на террасе поставить. Вот здесь. И его нужно красиво на ножки поставить. Это вообще стеллаж вертикальный, но как только он у нас не стоял. У него здесь такая выемка. Он, когда был вертикальный, сюда крепилась столешница. И нужно поставить на ножки. Значит, решили и так покрутили, и выемкой решили наверх сделать. Вот такие ножки. Вот, они гладенькие, хорошие получились. Скругление тут есть вот. И на четыре ножки нужно будет поставить. Сейчас вот нужно будет прикрепить. И вот еще. И будет такая тумбочка такая, да? Полочка такая для террасы. Потом я ее помою. Видите, у нас ножки здесь были, нужно снять. Он у нас как только не стоял вертикально и горизонтально дома в квартире. Когда-то это был, это из хофф-магазина. Он ставился вертикально, крепится столешница. Получалось только угловое рабочее место. Мое было. Потом мне это надоело, и мы его разобрали. Сейчас доделаем, покажу. Посадка землянички закончена. Вот так у меня получилось. Представляете, там два кустика засохли. Один какой-то тоже странный был. В общем, в итоге 34 кустика. И самое интересное, что они закончились там, где было нужно. Я ничего не вымеряла. Я просто начала на одном и том же расстоянии высаживать. Здесь вот мята так разрастается. Буду следить, потому что я подозреваю, что она продолжит здесь. Буду просматривать и убирать ее, чтобы она не заходила. Потому что она уже, посмотрите, она уже здесь и там. Безобразие. У меня земляника пять сортов. Такие как Александрина, Руяна, Барон Салимахер, Альпийская сказочная и Желтое чудо. Желтое чудо у меня всего один кустик. Там будет земляничка желтого цвета. Будем с вами смотреть. Видите, таблички я поставила. Вот я как шла. Вот два, четыре, шесть, семь. И седьмой это вот к этому табличка относится. Потом вот здесь вот получается восемь. Там табличка. Вот это Желтое чудо один кустик у меня. Дальше вот это относится к следующему сорту. Александрина. А это у меня Альпийская сказочная. Я полила, полила под корень, не задевая листочки. В любом случае, какая ни была бы погода, полить при посадке нужно. Полила еще чеснок. И все. Хотела сказать, что здесь у меня стоит табличка. Первого мая я посеяла красный лук. Красный лук, который вот должен луковице быть. Сегодня 23 мая. Ничего нет. Поэтому табличку я убираю. И сейчас сделаю два рядочка вот здесь вот. Вот посажу сюда редиску. У меня есть редиска в этом году. Новая. В прошлом году обычная была. Красная. Ну, розовая какая она. В этом году у меня белая и желтая. Вот один ряд белый, один желтый. Вот. Для салата. И то, мне кажется, нам много этой редиски будет. Она как-то начнет тут одновременно. Ну, ладно. Сейчас я принесу. Ну, и пока я здесь вот буду сеять редиску. А вот эту табличку я с луком убираю. Представляете, не взошел этот лук. Безобразие. Вот, уважаемые зрители, посмотрите, какая получилась у нас красота. Просто прелесть. Я подумала, что вот это выемка. Сюда можно положить подушечку. Просто сесть. Нужно помыть. Пыль, грязь налетела. Снять все вот эти кружочки. Из фикс прайс ножки. Видите, ножки здесь, ножки там, поэтому. И вот здесь такие ножки получились. И, в общем-то, так красиво и стильно смотрится. Такая вот интересная вещица получилась. Сюда можно сверху цветы поставить. В горшочках. Да все, что угодно. Здесь можно, не знаю, какие-нибудь журналы почитать. Посидеть, столик поставить. Что сюда можно? Водичку поставить на подносе, чтобы в дом не забегать. Здесь все равно нужно, наверное, какой-то столик со стульчиками. Вот, стаканчики, водичка. Ну, что-нибудь придумаем. Какие-то такие, знаете, быстрые вещи, которые нужны. А сюда подушечку можно. Либо вазу с цветами. Подвинуть можно куда угодно. В общем, вещица получилась интересная. У меня есть 3D злата от разных производителей. Две упаковки злата у меня. Это Ганечкина. И еще у меня есть такая же злата от Дума Семян. Ну, вот я Ганечкину решила попробовать. Ни разу не пробовала. Я вообще такую не ела. Наверное, такой же будет вкус. И смотрите, какая белая. Она удлиненная. Это круглая, это удлиненная. Это светлячок. Ребятки, на грядке. Это уже Дум Семян. Я сделала вот рядом с чесноком. Как временный, да, редис, скажи. Ну, можно все лето там подсеивать. Просто она немножко так острит. Поэтому мы ее стараемся особо и не есть. Чтобы желудок не раздражать. Ну, попробуем. Попробую. Рядочек желтый. Рядочек беленький. И я вот уже таблички сделала. Здесь я уже карандашом подписала. Вот редис, светлячок 23. И злата тоже 23. Сейчас я разложу. И вам уже покажу. Все, посадка редиса закончена. Написано, злата 22-28 дня. А светлячок 30-34. Все полила. Ну, что, у меня там выпиливает, лестницу делает. Перехожу я на парник хлебница. Здесь у меня зелень растет уже. Уже такая некоторая большеватая, хорошая. Базилик нужно посадить наконец-то в горшочках. Вот он меня ждет. Прополоть обязательно. Порыхлить и полить. Ну, и заменить таблички. Снять вот эти мои наклеечки, которые отрываются. И подписать карандашом. На сегодня, уважаемые зрители, буду свой обзор заканчивать. Смотрите, муж сколотил себе ящик под инструменты. Вот из этих синих, серо-синие, отшлифовал. Тут все гладенько. Ручку приделал. Вчера начал, сегодня доделал. Тяжелый, с инструментами. Удобненький поставил. Ну, а я хочу закончить свой обзор. Мы уже собираемся. Нам нужно еще кое-куда съездить. А то уже будет поздно. У нас вот мангальчик новый прислали мне на обзор на другом канале. Я полила туи. Зеленушку сейчас вам быстренько покажу. Я прополола. Верочки, я уже эти перепишу завтра. Вот, полила, прополола. Нужно убрать все. Вот, уже хотя бы видно, что тут у меня растет. Видите? Лучок вот там зашел. Базилик посадила. И все тут у меня. Все вкусняшки. Укроп зашел, два вида. Салаты какие. Посмотрите, какие красивые растут. Вот это не помню. Рукола, что ли. В общем, вот такая красота. Буду закрывать. Сегодня написано ночью плюс 9. Вот она моя земляничка. Красивая. 34 кустика. Буду потом косить газон. И замульчирую. И чеснок тоже. И посеяла редис. Два вида. Я теплицу мыла. Мыла здесь мне птицы. Посмотрите, как испачкали. У меня здесь окномойка. Я потом завтра помою. Так удобно. Здесь тоже все полила. Все нормально вроде как. Все прекрасно. Теплица. Посмотрите, какая грязная. Только помыла птицы. Цветы. У меня здесь... Я пересаживала бакопу свою. Смотрите, зацвела еще вчера. Это, которая в гранулах у меня была бакопа. Вот я ее посадила. Потом уже буду показывать. Здесь, смотрите, тоже колиусы. Сгорели. Здесь петуньи. Цветы. В общем, это все потом. Все потом буду показывать. На сегодня это все, уважаемые зрители. Всего вам доброго. Всего хорошего. И до свидания.